Она и может вырастить из человека ту сущность, которая изначально вышла из моего разума и задевала. Она для каждого выдала свою тарелку. Каждый человек появляется для своего дела. Как видите, он появляется для своего дела в этой жизни. С набором информации он постепенно растет, если он вкладывается в это дело. Но если я просто буду сидеть и долбить, как бы я ничего из себя не буду присмотреть. И поэтому каждому... И здесь есть такой... Каждому необходимо найти свою тарелку. И здесь у каждого есть такой как путеводитель. У каждого тарелка там, где лежит его душа. То есть вот там то, что вам больше всего нравится, из этого можно сложить свою тарелку. Потому что душа, она всегда ищет место там. И она всегда его... Она все время тянется к нему. Человек за счет своих шаблонов, что бабло... Вот там мне скинули бабло, вот там где-нибудь там. Если ты показал, скинули бабло, ну легче. А зачем в душе себе тянуться куда-либо? И как бы в этом случае, здесь можно очень легко обратить внимание. Единственное, что у человека может быть... не быть информацией, как это осуществляется. Поэтому я вам с перспективы хочу рассказать немножко о том, что примерно для себя человек представляет, и как ему легче может быть найти для себя вот этот путь, пойти к себе и понять, что ему в этой жизни нужно. Изначально я посмотрел... Вот мы рассложиваем тут чакр, их здесь 7 штук представлены. На самом деле чакр достаточно гораздо больше. Но то, что нас сейчас на данный момент интересует, это вот эти 7 чакр. Да, вот я возьму первую чакру. Мулатара чакры. Я зачитаю, тут есть достаточно много качеств. Есть у каждой из низших чакр, есть как негативные, так и позитивные стороны. И здесь зависит от человека, от души человека, как он ее проявляет. Потому что можно некоторые отрицать не нижние чакры, как бы справлять верхние. Некоторые не знают, что верхних сидят только на нижних чакрах. И вот первый энергетический центр Мулатара чакров, расположение чакров в основании копчика, звук октавы до. Боли от жизни, устранение препятствий, выносливость, сила, основные инстинкты. Отрицательные свойства чакров, проявление в психологическом плане, гнев, жадность, заблуждение, расчетливость, чувственность, стремление к приобретательству. То есть вот эти все отрицательные качества, которые человек, он сам проявляет эти качества. Вот это можно сказать, если обратите, включите новую новость и посмотрите, вот эти все качества будут. Гнев, жадность, заблуждение, расчетливость, чувствование к приобретательству. То есть у меня нету, я пойду, грубо отберу. Первая чакра – это как основание, это сила, это основные инстинкты, это как закладка, это основание под здание. И оно тоже необходимо, у него есть позитивные вот эти стороны, которые волей жизни, устранением препятствий, выносят силы и основные инстинкты дают человеку, как до стабильности, двигаться дальше. Второй энергетический центр. Смахистан чакра. Расположение в области таха, между лаком и костями. Звук октавы Ре. Опять же, так видите, творческий потенциал, открытость, отношения, удовольствия, сексуальная функция, воспроизведение потомства, повышение жизненной силы. То есть, если Людвига... Опять же, здесь рассказано все, как будто я могу сказать, в чистом виде, если вы обратите внимание, позитивные стороны чакры, они отражают как бы цепочку событий, по которой человек может двигаться в достаточно гармоничной степени. Это опять же зависит от его развития сознания, от его души. То есть, творческий потенциал, творческим потенциалом владает человек, мыслит неординарно уже, можно сказать, на второй чате, да, вы скажите. Открытость человека несет в него большую гармонию. Удовольствие, та же самая сексуальная функция, как бы человеку приносит удовольствие, и то же самое расслабление, и ту же самую открытость. Через это человек может расти, но здесь есть отрицательные свойства проявления на всех психофилологическом плане. Ограниченность сознания, что бы сказать в это, отсутствие сострадания, ну, выключился просто, ну, чисто спорта перепихнулся, пошел дальше. Вышелание разрушения, опять же, новости, заблуждение, презрение и подозрительность. Опять же, шаблон включается, а кто это, что это он хочет от меня? Охрен, его знает. Бум. И, в принципе, как бы вот доходя до третьей чакры, вот доходя до третьей чакры, вот те проявления, вы можете увидеть то, что сейчас приходит в кризисе, вылезает очень сильно. Манипура чакры, третий энергетический центр, расположение солнечных сплетений, звук октавы ми. Здесь, опять же, если взять чакра, Ра, солнце, Ра, с греческого, да, ми, Ра, получается, трехмерного, третья чакра, мы в трехмерном мире, ширина, высота, длина, человек учится движению в трехмерном мире, гармоничному, как бы, у нас пока в этом мире получается, что вся ситуация в целом мире пока что не особенная. Опять же, заметьте, как положительные качества этой чакры влияют на гармоничное прохождение человека по отношению к тем же самым деньгам, к той же самой структуре, которая, которую сейчас пытаются, как сказать, то, о чем я изначально сейчас говорил, и пытаются сейчас восстановить, посмотрите, личная сила, у человека есть сила, есть потенциал, воля, воля, логическое мышление, он измысляет, он понимает, логически, он понимает, куда себя направить, желание, действие, он приходит к желанию это делать, осуществляет действие, труд, он трудится, деньги он за это получает, деньги, переваривание, усвоение пищевых продуктов, то есть он получает те платы, которые ему дают дальше продвигаться жить. Мы переключаемся на отрицательные свойства проявления. Алчность, ревность, ревность, копарство, отсутствие совести, совести, страх, ложь, ну, страх стоит практически за всеми действиями человека, глупость, заблуждение, ну, и жестокость, жестокость, то есть, вот эти три чайки, они освещают все, как бы, то, что очень хорошо, как позитивные стороны, так и негативные, причем я отвечу, чем мы перейдем выше, да, то негативные стороны будут уходить. Опять же, там хорошо, здесь может быть тоже хорошо, потому что есть позитивные, и все зависит от человека. И здесь я хочу остановиться на сердечном отделе, анахата, чакра, четвертый энергетический центр. Хочу отметить его достаточно так сильно, потому что я считаю, что это является связующим звеном, и я думаю, что не только я считаю, а как бы, на самом деле, люди это сами подтвердят, это почувствуют, этот момент. Расположение чайки параллельно сексу в центре тела, звук октавы фа. И эти, как бы, моменты я тоже хочу отметить. Позитивные стороны любовь, вдохновение, иммунити, здоровье. То есть, получаемый, есть любовь, вдохновение, есть здоровье. Проверяю позвоночники, огромное количество людей, забитые энергетически, как бы, чакры сердца. Момент какой? Что вы можете там думать, что вы с такими энергетическими центром можете думать, хотеть, алчно желать, что вы там кого-то любите, но с такими центром, перекрытыми, особенное ощущение, как бы, того, как сказать, особенно проявление любви вы выдать из себя не можете. Подвески будут на сексуальных функциях, подвески будут на интеллектуальном плане, потому, на ментальном. То, что человек просто привязывает себя к привыканию и все. И человек говорит, да, конечно, я без него не могу. На самом деле, поверяешь, позвоночник, там на сердце практически забито. У сердца есть так же, как позитивный, есть так и негативный фактор. Опять же, проявление на психофизологическом плане похоть, мошенничество, нерешительность, неуверенность. Ну, смущается человек, это тоже негативно, это как бы нерешительность, что вот я вроде да, а вроде нет. Как бы, вроде я как бы хотел бы полюбить, да, может быть, на один раз, как бы, да, и все. Ну, неуверенность, нетерпеливость, лучше это, жжет, а не можется. Ленность, безразличие, высокомерие, то есть такое, как бы, вроде сердечко работает, но вот так, высокомерно, да, ну, ты подойдешь ко мне, нет, хочешь меня, хочешь меня. Беспокойство, задиристость, это мои любительные качества. Здесь, я хочу сказать, что, здесь может быть такой момент, что человек, поскольку он не знает, изначально, он не знает об этом ничего, он спотыкается в свои ментальные наработки, в ментальные наработки закладываются с детства, и человек может быть, скажем, очень сильно, хочет там, кого-то влюбить, он со своими наработками бросается, окунается в это, а ему там сердце быстро наплевали, насрали, и в жопу засунули. И в результате есть определенный момент, как будто, как спазм возникает в душе, когда удар идет по сердцу, душа ощущает на себе очень сильный такой энергетический спазм. Она сжимается и может пройти десятилетия, прежде чем человек опять как-то согреет свою душу, именно начнет оттаивать, постепенно человек начинает обращать внимание вновь как бы каким-то сердечным, скажем, как бы теплом. Он может войти в этот спазм, и у него существо полностью перевернет свои как бы ментальные наработки, он может выйти очень сильно в агрессию, если такой момент посуществится. Поэтому я хочу сказать, что да, йога способствует, но это зависит от человека. Опять же, йога способствует открытию позвоночника и способствует открытию энергетических центров. Но вместе с этим многое зависит от самой души человека. Я не хочу кого-то обвинять и говорить, что кто-то в чем-то виноват, потому что некоторые говорят в такой момент, что, например, ну я пришел в это общество, а тут какие-то дебилы сплошные, да, они меня забили, я не понимаю, что делать, но многое кто-то все время манипулирует, как бы, а для чего это делается? В принципе, ведь не мы зажигаем огонь, а огонь зажигают оттуда. Эту ситуацию созданную, да, в определенной степени людьми эта ситуация создана, но вместе с этим она создана, чтобы каждый человек своей волей, своим сердцем захотел жить и захотел вырваться, выйти из этого, и человеку дан шанс через это вырасти, через это манипулирование и через все это остальное шанс вырасти, дается человеку. Люди зачастую могут сгибаться и все такое, поэтому я говорю, даже если в принципе вам как бы вывали сердце и заснули шапку, как бы его необходимо хотя бы отойти немножко потом со временем, потом со временем, как бы, все равно его оттуда достать и на место поставить. Почему? Потому что на сердечный сюда вот момент